Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера я был приглашен в открытие, и там презентация состоялась нового инвестиционного продукта. Это абсолютно новый продукт, он интересен. Ну, сначала выступил один спикер, он рассказал про общую ситуацию на рынке. Он сказал, что, ну, во-первых, вся ситуация в мировой экономике, она диктуется. Стоим дел в крупнейшей экономике мира, это в США. Вот, а в США ситуация следующая. В прошлом году наблюдался достаточно бурный рост во всем, в экономике, в индексе S&P 500. Безработица находится на минимальных уровнях, практически исторически, и Трамп, конечно, ликует. Вот, но Федрезерв для того, чтобы немножечко остудить вот этот вот поступательный тренд, потому что, ну, чтобы не было перегрева, он начинал повышать постепенно ставку. Но, как говорят аналитики, открытие следующее. Получается, что когда безработица снижается, что получается? Компании получают прибыль, они хотят нанять новых сотрудников. Людей можно нанять только путем повышения, ну, привлекательности условий, повышением оплаты труда. И это уже, естественно, тормозит рост экономики, с одной стороны, а с другой стороны, еще и Федрезерв ставку повышает, это еще более. И получается двойной эффект, что, значит, вниз индекс S&P 500, мы наблюдали, в конце прошлого года грохнулся. И вот в начале этого года он полностью отыграл свое падение прошлогоднее, в конце года, и уже и индекс S&P 500 побил, по-моему, или нет, не побил, приблизился к историческим максимуму снова. И индекс Мосбиржи недавно сделал максимум. Поэтому, что ожидают аналитики? Дальнейший рост, они говорят, ну, в общем-то, вряд ли. Падение, да тоже вроде не с чего. Поэтому они ожидают такой вот, ну, боковой тренд. Все говорят, что есть огромные риски кризиса, но, в общем-то, американцы за этим следят очень внимательно. И Федрезерв очень резко сменил свою политику повышения ставок. Он уже не ожидается, что в этом году ставка будет повышаться. И даже более того, есть вероятность того, что ставка снизится. Что у нас в России, в общем-то, тоже инфляции нет. Даже повышение НДС не привело к тому росту инфляции, которого все так боялись. В общем, и у нас тоже есть вероятность того, что ставка начнет снижаться. Значит, что предлагают аналитики открытия? Они предлагают в условиях, когда вот такая вот неопределенность, боковой тренд, они сделали следующую ноту, сконструировали, о которой вот они и презентовали, которую. Но чем уникальна эта нота? Эта нота — это первый продукт открытия. То есть если обычно вот ноты, про которые я раньше рассказывал, они все были эмитентами этих нот, крупные иностранные инвестиционные какие-то фонды, вот, то сейчас один из первых российских брокеров — это открытие. Оно создает собственную ноту, которая будет котироваться на бирже, которую можно купить не только у открытия, но и от любого брокера. И вот этим она важна. Они очень с такой гордостью говорили, что ну вот первый опыт. И что это такое? Сейчас давайте я немножечко подробно расскажу. Биржевая инвестиционная нота — биржевая инвестиционная облигация банка открытия с условным купоном. Эмитентом является не на Tixis, не Goldman Sachs, а именно открытия. Банк открытия сейчас имеет такую же степень надежности, как и государство, потому что он на 100% принадлежит Центробанку, то есть государству. Вот. То есть гарантированно, что ну точно все будет. Ну то есть выше гарантий у нас нет. Они предлагают следующее. Купон 15% годовых. Условный. Полная защита капитала от снижения цен базовых активов на момент погашения. Валюта рубли. Льготное налогообложение, что важно. Годовые наблюдения — это плохо. Базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы. Ну а как еще? Срок 3 года. И вот что важно. Ликвидность, наличие вторичного биржевого рынка. Сейчас подробнее вот немножечко об этом. Ну и смотрите, как они обосновывают то, что это лакшери. Триггеры роста компании индустрии лакшери. Смотрите, они говорят следующее. Ну есть какая-то вероятность того, что в ближайшее время случится кризис. А может и не случится. Но общий ход истории показывает, что когда экономика развивается, компании получают прибыль, и люди, руководители компаний становятся богаче и покупают предметы роскоши. И особенно сейчас растет что? Китай, Индия начинает расти. А там любят роскошь, любят всякое золото, побрякушки и так далее. Вот. А что происходит в период кризиса? А в период кризиса, когда вот компания росла, 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 и она вдруг перестает расти. Что делает, сказать, как бы в период кризиса? Богатые становятся богаче, бедные беднее. То есть богатые берут, значит, зачем их вкладывать в производство, зачем их вкладывать в компании? Они фиксируют свою прибыль. И куда они деньги девают? Опять же, в предметы роскоши. То есть, если все хорошо, предметы роскоши пользуются спросом. Если все начинает валиться, предметы роскоши начинают пользоваться спросом. Таким образом, этот рынок лакшери, он наименее подвержен рыночным колебаниям. Ну, это по наблюдениям, по многолетним. Так получается. Вот. Поэтому они обратили внимание свое на этот рынок, на рынок лакшери. Вот. Количество миллионеров в мире. Три года рублей. Минимальная сумма инвестирования. Чего? 50 тысяч рублей. Ну, речь вообще шла о 500 тысячах. Я думаю, что здесь опечатка. Я думаю, что здесь опечатка. 500 тысяч, они говорили. Площадка обращения. Что важно? Фондовый рынок московской биржи. То есть, это не внебиржевой продукт, не глобальный рынок, а фондовый рынок московской биржи. Базовые активы. Louis Vuitton. Moet Hennessy, нам уж и хорошо знакомый. Вторая компания. Kerning. Что это за компания? Это очень крупная компания. Основной бренд это Gucci. На самом деле. Но вот он принадлежит компании Kerning SA. Вот. Следующая. Ralph Lauren. Это уже известная компания. Prada. Но все знают. И Herme. Это тоже все, в общем-то, знают про эту компанию. Вот. Тип купона. Условный, с эффектом памяти. Ставка купона 15% годовых. То есть, раз в год выплачивается купон 15%. Если, смотрите, купонный барьер 100% от первоначальной стоимости базовых активов. Если все, все, сколько тут, 2, 4, 5, 5 компаний показали рост, купонный, купон выплачивается. Если хотя бы одна из компаний не выросла, купон не выплачивается. Это плохо. Почему плохо? Потому что купон раз в год и, в общем сказать, к концу года надо смотреть. Вот. Но купон с эффектом памяти. То есть, если в следующий год все выросло, то выплачивается купон за 2 года. Третий год выплачивается купон за 3 года. Если в течение трех лет, ну, как бы вот подошел срок закрытия этой облигации и ничего не выросло, все упало, то мы получаем назад все свои деньги. 100% мы ничего не теряем. Это самый худший вариант. То есть, самый худший вариант мы ничего не потеряем гарантированно. Самый лучший вариант мы получим 3 раза по 15% от суммы вложения. Но плохо, что годовые периоды наблюдения. То есть, это, они подчеркивают, что это инвестиционный продукт. Это, ну, как бы, они говорят, не кэшфлоу. Поэтому вот так. Облигация позволяет получать доход при минимально позитивной динамике базовых активов. То есть, если, ну, там на 1-2-3% выросли акции, сказать, ну, самое худшее на 1-2% выросло, то мы получаем 15%, не 1%, а 15%. Вот. Так что, вот так. И здесь вот есть, ну, здесь сценарий, все как обычно. Я не буду повторяться, я об этом много раз говорил. Сценарий, 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 сценарий. Обзор базовых активов. Вот здесь, смотрите, Луи Виттон. Посмотрите, он рос, он сейчас на пике. И скальперы скажут, ну, как и можно брать акцию, которую на пике покупать. Ну, это взгляд скальпера. Если мы будем смотреть на период трехлетний, то, соответственно, это все не так важно становится. Не забываем, что срок продукта 3 года. Керинг Эсэй. То же самое сейчас локальные, ну, почти максимум. Почти максимум. То же самое, ну, как бы вот да, так. Если лакшери будет расти, то все будет расти. Вот. И если все будет падать, то лакшери не исключено, что и вырастет даже. Ральф Лорен. Вот Ральф Лорен уже, так сказать, не совсем даже и максимум. Ну, то есть, есть куда ему расти. И, соответственно, Прада. Прада тоже, как бы, здорово припала. Есть куда расти. Вот. Ну, и Эрме. Эрме близко к максимуму историческому. Расчеты проводились при стоимости актива вот такой. Продукт еще не запущен. Сейчас идет сбор заявок. И можно просто обратиться к своему менеджеру. И он, ну, просто вашу заявку тоже туда включит. Вот. При открытии данного продукта, вот, это будет как бы IPO. Там комиссия будет немаленькая. Это 2000 рублей за открытие продукта. Но, вот что интересно, смотрите. Мы, конечно, инвестируем. Мы, конечно, инвестируем на 3 года. И мы можем смотреть за динамикой вот этих активов. Если они растут, то есть, там не будет никакого НКД. Это облигация, но НКД не существует. Но, смотрите. Смотрим за динамикой. Если все базовые активы выросли, то вероятность того, что купонный доход будет выплачен 15%, она очень-очень высока. И, смотрите, вот здесь период. И, значит, вот мы идем сюда. И 15% – это немало. Поэтому и эта облигация торгуется на фондовом рынке Московской биржи. Понимаете? То есть, будет стакан заявок, и ее можно будет продать в любой момент. Если активы выросли, то ожидается, например, что будет 15%, ее можно будет продать. Они гарантируют, что ее можно будет продать. Потому что на фондовом рынке в открытых торгах она будет торговаться. И там есть кто? Маркет-мейкер. Маркет-мейкером выступает открытие брокер. Что такое маркет-мейкер? Смотрите. Вот мне недавно в письме кто-то написал, что открыл облигацию вот такую структурную у небольшого брокера. И случилось так, что нужно вернуть деньги. Ну вот как? Ну выйти. А она вот на три года. Что делать? И говорит, он обратился к брокеру, и брокер сказал, я не буду называть брокера этого, я не хочу антирекламу делать никому. Брокер, в принципе, нормальный, хороший, надежный, но низколиквидный, то есть брокер небольшой. И они говорят, но мы готовы выкупить вашу облигацию с потерей 30%, то есть за 70% от номинала. Вот здесь этого не будет. Открытие брокера гарантирует ликвидность этой облигации. То есть если кто-то выставляет облигацию, например, за 70% от номинала, то открытие тут же выставит такую же облигацию. Короче говоря, он будет выставлять лучшую цену или, так сказать, моментально вот такую купит. Так что не будет никто никого вынуждать, что всегда будет заявка на покупку и на продажу по адекватной цене. То есть вы сможете потерять, ну, там, ну, 3%, ну, то есть понятно, что вы потеряете от номинала, да? Ну, 3, может быть, процента, ну, 5%, но не больше, понимаете? То есть любую заявку, которая выставлена, брокер обязуется выкупить. И, ну, например, если кто-то выставит, например, эту ноту, эту облигацию за 1.15 от номинала, то брокер тут же выставит, например, за 1.02 или там 1.05 от номинала. Ну, в зависимости от того, сколько времени до момента очередного наблюдения и что там планируется при очередном наблюдении, понимаете? И точно так же, если кто-то выставит цену на покупку по 0.7 в надежде, что кто-то от отчаяния решится продать, то брокер выставит всегда как бы 0.95 от номинала и заявка на 0.7 от номинала будет где-то далеко-далеко внизу. То есть вы гарантированы от того, что вам придется терять большие деньги при, вот, ну, если придется срочно забрать деньги досрочно. Поэтому вот этим она хороша. Во-первых. Во-вторых, ну, если вы, например, являетесь клиентом другого брокера, скажем, БКС или Финам, или Сбербанка, или Тинькофф банка, вы тоже, ну, насчет Тинькофф не знаю, так сказать, у них нет Квика, насколько я помню. Вот. Но любой брокер вам просто вот, у которого есть там ВТБ, Альфа и так далее, у любого брокера, эта облигация будет доступна, потому что у нее будет свой тикер на московской бирже. И вот это как раз, этим она уникальна. То есть у нее будет свой тикер, ее можно будет купить или продать в любой день, и открытие брокера это гарантирует. Вот этим она хороша. Ну и не забывайте, 15% доходности. Вот такая нота. Как, ну, как всегда, я скину всем желающим презентацию вот эту, вот по этой ноте. Абсолютно, ну, как по запросу, так сказать, найдите мои контакты, я вам скину. Ну, а тем, кто закончил мой курс биржи для чайников, в чате я просто вот, она будет всем доступна. Я в чате всем скину эту презентацию. Всем, кто не в чате, ну, как бы по запросу. Поэтому вот такой структурный продукт был, ну, было очень интересно на самом деле, потому что там, это была встреча такая кулуарная, там было всего немного человек, съемку я не проводил, но была возможность просто вот лицом к лицу, с аналитиками задать им все-все-все необходимые вопросы, и мы их задали. Ну, самые какие вопросы мы выясняли. Смотрите, все базовые активы номинированы в валюте, и, значит, рост должен быть именно в валюте. Вот, наш вклад, он рублевый, соответственно, вклад привязан, наши инвестиции привязаны к рублю. То есть инвестиции будут 15% годовых в рублях, а рост или падение базовых активов это в валюте. И вне зависимости от того, какой будет курс рубля к доллару. Вот такая интересная нота. Они сказали, что, вернее, облигация, они сказали, что такие облигации они планируют еще сейчас, но вот это вот первая облигация, ну, просто вот из российских брокеров. Я у них спросил, говорю, ну, хорошо, там я видел облигации от БКС, их много достаточно, с условным купоном. Они говорят, ну, да, это БКС, но у них там хитрая схема. То есть имитентом тех облигаций является кипрский филиал БКС, значит, он является имитентом. Эти облигации зарегистрированы на ирландской фондовой бирже, почему-то. Вот, и с ирландской фондовой биржи, значит, здесь они уже какими-то расписками котируются на московской бирже. Здесь будет не такая длинная цепочка, здесь непосредственно брокер выходит на московскую биржу. И они сказали, что, ну, у БКС, извините, сказать, ну, немножечко рейтинг все-таки пониже, потому что, ну, просто объем обеспечения у БКС ниже. Вот. Ну, вот такая новость. Сейчас, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.